МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При том, что в строительство очистных, которое, к слову, ведется еще с 2012 года, уже было вложено четверть миллиарда. Алексей Романов распорядился подготовить все необходимые сметные документы и провести отдельное совещание в администрации по этому поводу. После делегация посетила новостройки Венгопуровского, которые возведены в рамках исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Здесь отстроены 4 капитальных дома, некоторые из них уже сданы в эксплуатацию. Посмотрели строящиеся дома, в общем-то, качество тоже, я думаю, оставляет, так скажем, говорит о том, что люди довольны, потому что мы с вами слышали, что ни одной жалобы пока не поступало. Я надеюсь, этого не будет и в будущем, и люди будут заселяться в те дома, которые сегодня построены в хорошем исполнении. Новые льготы на капремонт получат некоторые жители Ноябрьска. Речь идет об одинокоживущих пенсионерах, чей возраст старше 70 лет. С 1 января 2016 года им полагается 50-процентная скидка на уплату взносов, а тем, кто перешагнул 80-летний порог, будет предоставляться 100-процентная скидка. Также компенсация расходов на капитальный ремонт предусмотрена для семей, где возраст одного из супругов 70-80 лет. А таких возможных льготников в нашем городе немного. По предварительным подсчетам всего 20. Пока мы не начисляем льготу на капремонт, но будет производиться начисление с 1 января 2016 года. Но опять же, обращаю внимание, что только из числа собственников жилого помещения, либо части жилого помещения. Льготникам, которым с января 2016 года мы будем начислять льготу на капремонт, мы думаем, что это будет заявительный характер. Отмечу, что с 1 января государство будет компенсировать часть расходов на капремонт еще и инвалидам второй группы. В целом же, перечень льготников на Ямале достаточно широк. В Ноябрьске уже более 2,5 тысяч жителей получают льготу на капремонт. А средний размер доплаты составляет 130 рублей. Кстати, Ноябрьск по показателям собираемости платежей за капитальный ремонт один из лидирующих муниципалитетов в округе. По данным на 1 января 2016 года лидером является Красноселькубский район, показатель 86%. Следом наш город 68%. В аутсайдерах рейтинга Пуровский район всего 33%. За просрочку платежей по закону начисляется пеня. Уведомления о долгах уже получили свыше трех тысяч ямальцев. Делегации от муниципалитета, подрядчики и застройщики 8 микрорайона отправились в квартиры, которые захватила плесень. Их во всем микрорайоне 7, это по количеству заявлений от жильцов. Как бороться с опасным грибком и можно ли его выселить? Ксения Епишева продолжит тему. Стены выскребают до бетона, плесень ошибок не прощает. Если оставить ей хотя бы малейший шанс, она непременно вернется. За ходом работ наблюдают не только руководители подрядной организации. Сегодня в этой квартире, в 108-м доме по Советской, побывала целая делегация. Представители строительной компании, журналисты и первый замглавы администрации Владислав Камыш. Что мы делаем в данный момент? На сегодняшний момент сейчас раскрывают. Снимут очаг. После этого произведут утепление сверхнесчердачного помещения. Посмотрим, где проникает или существует какой-то мостик холода. Вследствие чего появляется влага. Обработают антисептиком. Выждут для того, чтобы произошло. Ну, грибок вывезти, так называемый. Это в течение дня, наверное, будет там. После этого, когда протокнет и все остальное, все после этого комплекса работы, восстановят полностью чистовую разделку. Причем эта квартира не единственная. Недели ранее съемочная группа телеканала «Ноябрьск-24» заглянула еще в две, где поселилась плесень. Решение проблемы на контроль взял временный исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов. Во вторник на аппаратном совещании он дал распоряжение в ситуации разобраться. Такой большой объем денежных средств вваливается в переселение, а мы там получаем негативные настроения граждан. И порой, и зачастую они абсолютно объективны и обоснованы. Согласно данным строительной компании ВИЗ, которая, собственно, и возводила дома, пострадавших от плесени квартир в микрорайоне всего семь. Больше заявлений от жильцов пока не поступало. Что стало причиной, строители выяснили. А вот кто виноват – вопрос. Связано это с нарушением герметичности примыканий кровельного покрытия к местам выхода вентиляционных шахт. Вот, вследствие чего они появляются. Или проведение каких-то обслуживающих работ, или других работ по монтажу, может быть, оборудования. Как уверяет руководитель ноябрьского управления ВИЗ, нареканий при введении домов в эксплуатацию не было. И появились они только спустя год после заселения. Первый сезон данные дома, они нормально отслужили и ничего не проявлялось. Сейчас оно начало проявляться. Для устранения этих замечаний, те, которые сейчас возможны, нам требуются где-то в количестве 7-8 дней. Те квартиры, где это сейчас невозможно, в свете объяснимых обстоятельств, работы будут переноситься на более теплый период времени. Невозможно в данный момент разрешить проблему в квартире Унелли. И как раз она на прошлой неделе обратилась в нашу редакцию. Жить по соседству с плесенью женщина устала, однако избавить ее от грибка строители не могут по тем самым объяснимым обстоятельствам. Погода сейчас не позволяет вывести людей на крышу. Это опасно, а другие меры неэффективны. И все, что могут предложить застройщики сейчас, ждать, как минимум, до апреля месяца. А пока работы в других квартирах продолжаются. И их, заверил первый замглавы, будут контролировать постоянно. Все обращения, которые поступают от жильцов данного микрорайона, они на очень жестком контроле. И поэтому подрядчик, дома находятся, во-первых, на гарантии, 5 лет, 3 на часть. И все вот эти моменты, не только плесень, где-то окно не открывается, где-то другие какие-то дефекты. Все буквально обсуждаются, вызывается подрядчик. И я думаю, вы увидели сегодня, что подрядчик, он свои обязательства выполняет, недоделки доделывает. Поэтому здесь переживать нечего. Это гарантированно. Пока дома на гарантии, все замечания подрядчик будет устанавливать. Кстати, несмотря на то, что дом еще на гарантии, гарантии, что плесень после целого комплекса необходимых мероприятий навсегда покинет верхние этажи многоэтажек, дать не может никто. Хотя бы потому, что здесь далеко не все зависит только от застройщика. Немаловажную роль играет и бережная эксплуатация домов. Ксения Епишева, Александр Паханов, Александр Иванов и Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. И последнее. В 2016 году в Ноябрьске будут трудоустроены 465 подростков. И уже по традиции работать свободно от учебы времени совершеннолетние будут на городских предприятиях. Как правило, это обслуживающие организации, учреждения образования и муниципальные предприятия. Надо сказать, что в этом году принять на временную работу детей желание изъявили большее количество работодателей, чем, к примеру, в году прошлом. В том числе и телеканал «Ноябрьск-24». После пройденного кастинга двое подростков будут участвовать в создании программы «Фишка». В этом году в организацию трудоустройства детей внесены изменения. Сделано это в первую очередь для удобства родителей, рассказал участникам круглого стола под семьей Игорь Шевелев. Мы расширяем спектр возможностей и удобства для родителей. То есть родители не обязательно будут для того, чтобы написать заявление, прийти к нам в штаб номер 89Б, а можно будет зайти на сайт noymal.ru, зайти на раздел трудоустройства и в режиме электронном заполнить заявление, направить наш адрес. Мы ее анкету обрабатываем, модератор будет работать в поиске. Затем обратная связь или через электронный e-mail, который непосредственно должен быть прикреплен, или телефонным звонком. И для удобства родителей будет согласовано время, когда можно будет прийти и дать согласие на обработку персональных данных. И на этом у меня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания.